всем привет вы на канале крипто коммонс игре не приехал мар дель плата что можно сказать мне кажется можно уже идти на красный потому что никого нет весна конечно еще ранняя в аргентине primavera похоже на сочи в апреле холодно вода 12 градусов купаться не получится но давайте пройдемся с вами по набережной и обсудим немного рынок это как нам сейчас на это все реагировать а я вам покажу пока прекрасные виды мар дель платы если вам заходит такой крипто travel контент обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующий вот тут чуваки кактусы продают ну чё не сезон еще народу мало это прекрасно и смотрите какие волны я хотел с вами поговорить про вот эти волны потому что рынок это конечно же океан рынок это океан вот это кстати называется аргентинское море почему-то хотя это вроде тоже океан рынок это волны а мы с вами в этих волнах то креветки кто планктоны кто эти самые киты и там есть конечно же акулы но в основном креветки и планктоны поэтому в чем фишка это то чтобы ловить волну трейдинг это серфинг на самом деле трейдинг это серфинг и гораздо легче упасть чем поймать баланс вы же понимаете гораздо легче что у вас смыло этой волной нахрен пойдемте туда сходим поближе посмотрим гораздо легче быть смытым волной чем ее оседлавшим победителем трейдинг это rodeo также конечно же оседлать быка за рога вот что нам сейчас предстоит с вами на бычьем рынке о давайте пройдемся по маркету посмотрим вот он собственно доисторическая модель трейдинга еще без всякого без всякой ботвы трейдинг это же переводится как торговлю вы понимаете еще без всякой крипты еще до всякой крипты у меня кстати было офигенное видео про историю торговли и трейдинга когда я был в узбекистане в бухаре на этики очки я был в бухаре и в самарканде это вообще это же исторические центр и вообще центр шелкового пути если вы не видели обязательно посмотрите это видео она сейчас появится вас где-то вот там вот офигенное видео ну что можно сказать ширпотреб для любителей бмв лакосты оля лакосты знаете есть такой прикол типа крокодил такой большой большой крокодил в костюме футболки точнее на футболке маленький человечек нарисован вот это тоже собственно все про трейдинг так что-то мне не нравится этот рынок поскорее отсюда сваливать пахнет тут каким-то как в детстве в детстве я помню мама меня водила на вьетнамский рынок я там покупал балахон продиджи был супер модный чувак но пахло вот так же так надо отсюда выползать мне кажется этим чувакам тоже не нравится они нам думают что я какой-то шпион но носки носки да ничего вот а дальше виднеется какое-то красивое здание надо загуглить что это за здание я потом загуглю что это за здание и напишу тут появится титр так как отсюда вылезти теперь нафиг вот так что собственно о чем речь-то была речь была о том что надо понимать куда мы идем когда мы идем торговать на рынок на любой кстати даже вот на такой вот рынок когда мы идем торговать мы понимаем что у я пришел я пришел вот что мне нужно так оля камуста сбен я не знаю как сказать в испанец в русском мы говорим раскраска я из России русска пожалуйста лол сюрприз я не говорю в русском я пытаюсь говорить в испанец я делаю видео для моего ютуба я делаю ютуба я делаю ютуба я делаю ютуба конечно в аргентине абсолютно бешеную вот я даю 600 песо за раскраску и по сути это ничего это просто мусор уже это все сессии с грасис 600 песо чтобы понимали это было 20 лет назад 600 долларов 20 лет назад 100 песо это было милли песо инфлясион инкредибле это просто мусор ребята но люди все еще за него продают вещи так что да берем раскраску лол сюрприз вот так что такие вот дела и что можно тут сказать прикиньте вот собственно сейчас был совершен трейд сейчас был совершен лол сейчас был совершен лонг раскраски лол сюрприз по отношению к песо аргентинскому и я думаю что в долгу эта сделка победит скорее всего эта раскраска будет стоить уже 1200 песо скоро вот ну что тут еще есть шнуры для айфонов кстати полезные всякие штучки блин не все короче или раскраску давайте отсюда идем быстрее я даже ускорю потом на видео то чтобы не мучились если не забуду так ну что-то да какая-то смесь красной поляны и этого самого и анапы вот тут все в граффити чего прикольно кстати что у них все в граффити и никто ничего не закрашивает это просто замечательно потому что нам не нравится пишите в комментариях нравится ли вам граффити вам красиво вот и что там за здание такое виднеется сейчас мы с вами узнаем из титра который грини обязательно напишет внизу потому что грини старается и любит своих подписчиков вот все в граффити офигенно но так в целом на самом деле немного бомжатско все выглядит я думаю что аргентина это еще все еще как бы перспективная земля в плане ее облагораживания посмотрите есть чем заниматься как и на родине у меня в россии так и много где ну допустим в эмиратах там уже все классно там грубо говоря кажется что уже нечего делать там уже 22 век а тут пока еще немного 19 поэтому ребята предприниматели энтузиасты go в аргентину тут очень недорогая все еще земля на мой взгляд ну рынок не переоценен точно сейчас как в эмиратах или там индонезии на бали том же самом вот плюс там вы не можете взять собственность набали только в аренду а здесь вроде как можете так что камон давайте развивать вместе этот регион если вы здесь пишите обязательно в комментарии у нас телеги в чате что вы тоже в аргентине будем с вами как-то контачить вот а поговоря про волны чё на самом деле я уже много раз это говорил что нужно не быть смытыми нужно стараться балансировать а это целое искусство ребята нужно в прямом смысле заниматься о собачка нужно это сигнал на шиба инупам походу вот нужно в прямом смысле или на доги coin панк не знаю вот смотрите какой памятник какому-то маржу что ли вот нужно в прямом смысле заниматься балансом то есть не за купите себе баланс борт знаете что это такое да типа доска такая навык на бочке балансировать или там я не знаю что там йогой там занимайтесь чем-то ну короче нужно обязательно заниматься и физухой и ментальными какими-то практиками они знают там духовными медитациями чем-то чтобы содержать себя в балансе слушать это какой-то маржа лев походу я не знаю очень страшно поэтому да и в трейдинге то же самое если вы будете не в балансе вы просто все сольете вы можете даже заработать 100 иксов посмотрите скейтеры местные шлеми аккуратно катаются вы можете даже заработать сотню иксов и говорит да я самый крутой трейдер а потом все равно все слить нахрен даже будучи в балансе в относительном понимаете чего уж там говорить про тех кто вообще на шару залетает как казино кстати здесь казино а так это она есть походу да это она есть что ли мы узнаем уже после того как время напишет это здесь где-то находится крупнейшее казино я видел вчера на карте я в него не пойду у меня была мысль сначала думаю зайду в казино чисто как я умею по мартингейлу достану 20 процентов как говорится на ебу маркетмейкера но нет что-то я передумал потому что в итоге всегда в казино да ты сможешь достать 20 процентов но потом тебе просто будет в кайф там еще посидеть и ты все сольешь поэтому не играйте друзья мои в казино не сидите постоянно на биржах на фьючерсах перед мониторами не надо постоянно трейдить вон даже ваш покорный слуга на турнире на байбите два месяца назад наласил блин всю прибыль накопленную потому что тоже увлекся и решил надо что хотел чтобы вышел вперед по нл команда наша чтоб пропампилась думаю да сейчас наберу на просадки еще ой конкретно наласил хорошо хоть до этого выводил прибыль успел там тачку купить дом снять всякие такие вещи сделать поэтому очень важно еще друзья это выводить постоянно профит если он есть конечно же не забывать и именно не просто выводить его там в есть детей или в битисе или там или даже в локальную вашу фиатную скамовую валюту на карточку а именно потратить профит потому что реально take profit называется то что вы потратили когда вы вывели и купили себе что-то я не знаю улучшили свои жизненные условия купили еды там покрыли долги там купили жилье там и так далее ремонт сделали близким помогли вот это называется take profit вот чем бассейн вот это называется take profit а все остальное это ерунда потому что была куча случаев когда человек выводит себе как бы на картон и через три дня заводится обратно на бирже сливает тут же поэтому чуваки обязательно всегда по чуть-чуть выводить а что когда идет плюс всегда думаешь ой сейчас я там капитализирую все нормально и к сану еще вам это как это называется по мартин гейлю по забыл слово умножают а мультипликатор включается вся эта ерунда короче ну его нафиг лучше всегда по чуть-чуть выводить тогда потом будет не обидно хотя бы когда вас ликвиднет на остаток а ликвидировать будет всегда даже иногда стоп лосса проскакивают иногда просто ликвидация то есть ваш стоп лосс если вы правильно расходуете маржу вот так что не надо строить иллюзии что мы на рынке будем только зарабатывать мы на рынке будем также и терять и всегда мы в первую очередь теряем когда вы входите в сделку вы уже априори потеряли потому что вы заплатили комиссию потому что вы заплатили комиссию брокеру или бирже или кому угодно даже все эти нулевые комиссии вы же понимаете что это все чушь ну да там нулевая комиссия но извините стакан спреду там депозит вывод деньги тоже и так далее плюс биржа может скомануть поэтому ребята еще один мой месседж вам я это часто говорю ним для тех кто подписан на канал те наверное знают и уже проставили лайк а те кто зашли впервые не забудьте кстати подписаться и поставить лайк это же несложно если вам не западло а нам приятно и полезно и крипту продвигает так вот для тех кто не знает я всегда говорю что не надо держать деньги на одной бирже потому что кто ее знает где следующий ftx так что да ребятушки диверсифицируемся ссылки на все лучшие биржи в описании в данный момент сумасшедшая акция на гейт ай о на трейдинг бонусы на торговый объем то есть даже с маленькими депозитами если вы там засунули 5 долларов вы можете торговать и получать крышесносные бонусы а наши ссылки и записания до 11 по 12 числа следующего месяца короче вносите там хоть 100 баксов торгуете и получите бонусы в середине следующего месяца вот большущие бонусы до 10000 баксов ну и все остальные биржи там же побит фемикс бинг x мы еще добавили кстати тоже вроде хорошая биржа и и гетку койн битфлекс у нас все ссылки проверенные ребята рабочие обменники кошельки так что да не ведитесь на скам очень много скам и только официальные источники официальная телега все ссылки внизу под этим видео которые вы смотрите мы их тщательно отбираем специально для вас ну естественно когда вы по ним переходите вы поддерживаете наш канал потому что это ссылки партнерские по ним какие-то комиссии бонусы нам приходит за что большое спасибо ребят что это единственная монетизация сейчас нашего канала поскольку youtube монетизация отключил русскоговорящему сегменту вообще вот такая мардель плата чем хочу сказать принципе красиво не сезон народу мало вода холодная кто там купается без гидрика мне кажется лучше не лезть вот и собственно волны волны достаточно сильные поэтому ребята смотрите чтобы вас не смыло рассчитывайте риски вот жуйте риски а у меня на этом все это был гриню всем профит роли спасибо что смотрите и до следующих встреч пока а Продолжение следует...